Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Олег и Валя из Египта. И пришло время показать, куда же мы переехали из нашей уютненькой, миленькой квартирки, которая находилась на Широтоне. Да, мы переехали в другую квартиру. Несмотря на то, что у меня за спиной, вы видите отель. Это отель Gravity, который находится в Сахал-Хашише. И да, мы здесь арендовали квартиру. Мы сами не знали, что такое существует. И в отеле можно жить не только в номере, но и есть квартиры, которые мы хотим вам сегодня и показать. Ну что, кому интересно, конечно же, оставайтесь с нами. Ну и мы погнали! Ну что, пошли посмотрим теперь нашу квартиру. Вход у нас в квартиру не через центральный вход отеля Gravity, а получается левее. В отеле мы не отдыхающие, а в отеле нас называют резидентами. Но что могу сказать, что мы можем пользоваться, в принципе, всей инфраструктурой отеля Gravity, Сахал-Хашиш. Сахал-Хашиш уникальный райончик тем, что здесь постоянно дуют ветра. И когда на улице, допустим, плюс 35-38, то, в принципе, переносится жира очень легко. Если учесть, что еще влажность минимальная, то легко-легко переносится жира. На Шартоне, в Хургаде, конечно, гораздо жарче, потому что там ветер только на крыше бывает. Сейчас мы будем проходить мимо охраны. Здесь есть охрана. Вот так выглядит корпус, в котором мы живем. Ну, корпус или дом, не знаю, как правильно сказать это. Вот прямо находится охрана. Вы видите. А это территория отеля уже. Прошли охрану, просто так сюда не зайдете. Даже если вы резидент отеля, вас, конечно же, не все охранники будут запоминать, поэтому часто могут спросить номер комнаты. А так как мы ходим без браслетов по территории отеля, то, конечно, конечно же, вас спросят, куда вы идете. Итак, назвали номер комнаты, и сейчас пойдем ее смотреть. Конечно, громко сказано, что это квартира. Я бы сказала, это небольшие апартаменты. То есть, отельный номер с маленькой кухней. Ну что, вам уже интересно? Пойдем. У нас в корпусе есть два лифта. Два лифта. Живем мы на шестом этаже. То есть, это крайний этаж. Но зато с прекрасными видами. На этаже стоит огромная урна. И сюда вы выносите мусор. Желательно, конечно, завязать пакет. Для чего ты рукой берешь, там же грязно. Потому что я сейчас руки приду и помогу. Вот, нажали и открылось. Такой здесь дизайн. Вот видите, здесь люди, которые живут, ну, как минимум месяцами. Но мы знаем, что здесь даже живут годами. Сразу спросите, какая оплата. Оплату мы скажем позже. Одно скажем, что вот здесь, вот здесь вот находятся электрические счетчики. Оплата по счетчику сколько? Один киловатт вам? Не помню. Это полтора фунта. Полтора фунта, да. Один киловатт. И вот здесь вот счетчики на воду. То есть, тоже это все по окончанию аренды. Получается, вы потом платите. Вот наша квартира. Наши вещи. Номер 626. Также у нас уже здесь есть свой маленький склад. Это обязательно вода, потому что без воды, ну, в Хургаде вообще никуда. Ну, еще кое-какие вещи. Опять же, та же вода. В соседней квартире никто не живет. И это, в принципе, удобно. Никаких посторонних звуков мы не слышим. Ну что, заходим. И вот наше скромное жилье, да. Мы сразу попадаем на кухню. Такая вот импровизированная кухня. Да, места маловато после квартиры, в которой мы были. Но поверьте, здесь настолько жарко. И не сидишь ты в номере постоянно. Давай, я вкратце покажу, что есть на кухне. Здесь комфорка, электрокомфорка. На две комфорки. Есть, естественно, кран. В комплекте шли какие-то минимальное количество сковородок. Тарелок всевозможных. Это все дается. Вот здесь вот находятся ножи и вилки. Также здесь стиральная машина. Это большой плюс. Мало того, это автомат. Потому что в некоторых номерах мы видели, ну, какая-то болтанка, полуавтомат какой-то. Ну, такой до этого мы не видели. Здесь непонятно, что. Также здесь есть тумбочка такая. Мы используем ее в виде тут чайного столика и кофейного. Чайного столика, да. Ну и давай уже сразу в ванну зайдем, посмотрим. В квартире также хранится вода. Это у нас для супов, чаев и кофеев. Автоматы. Вешалка. И вот она наша ванна с туалетом. Конечно же, небольшая. Мы уже привыкли. Хватает. Раковина. Вот единственный для меня... Ой. Минус. Это посмотрите, как висит зеркало. То есть я себя вижу только вот так вот. Поэтому позже расскажу вам маленький лайфхак. Болель есть, но вы его отключили. Жара неимоверная. Из крана даже течет теплая вода. Я бы сказала, немножко даже горячая. Туалет. И у нас душевая кабина. Такой интересный душ. Но пользуемся мы самым-самым вот обычным вот этим. И есть небольшая полка. Швабры. Метла. Полотенца также были в номере в квартире. И еще один минус я вам хочу показать. Здесь нет розетки. То есть просушить волосы. Это надо или подпрыгнуть вот до той розетки, или в комнате. Ну и еще вам расскажу небольшой лайфхак по этому поводу. Пойдем ты смотреть дальше. Итак, продолжаем обзор нашей квартирки. Есть электрочайник. Это по-любому. Это классно. Это удобно. Потому что мы пьем кофе и часто пьем чай. Удивила микроволновка. Потому что далеко не везде, наверное, бывает микроволновка. Ей уже даже, кстати, мало пользуются. Здесь наш склад. Здесь яйца хранятся. Это такой тумба под телевизор. Есть телевизор. Русскоязычные каналы какие-то присутствуют. Ну, честно говоря, мы его особо не смотрим. Хотя уже здесь не первый день. Что хотелось бы отметить? Что есть кондиционер. Это очень классно. Почему? Потому что летом без кондера реально тяжело. Что мы прикинули с Валей за несколько дней жизни? Что нам придется доплатить еще в районе 50 долларов где-то за кондер. Примерно, да, Валь? Где-то 50 долларов придется. Сразу говорю, днем мы не всегда его включаем. Мы в основном включаем его там на ночь. Чтобы пробовали спать без кондера, ну, реально очень тяжело. Так, здесь кровати. Две огромные, полуторные кровати. Ну, они реально большие. Просто реально большие. Ну, там у нас зарядная станция. Из минусов, вернее, как вам сказать, недостатков, это то, что нет шкафов. Вот, посмотрите. Получается, это мои вещи здесь лежат. Вон лежат валеные. Здесь просто вообще нет никаких шкафов, куда сложить. Ну, в принципе, все равно нам не привыкать на чемоданах жить. Но, если вы вдруг будете здесь в Гравити и Сахалхаши, что в некоторых номерах нет шкафов. Хотя мы видели номера и со шкафами. Ну, есть пару тумбочек с ящиками. Я думаю, что там хоть какие-то вещи. Да, но ты же не развесишь там какие-то футболки свои, еще что-то. Вот, посмотрите, так мы используем холодильник в виде шкафа. Там вот лежит одно из одеял. Кстати, они тоже идут в комплекте. Ну что, Валечка, покажешь, может быть, холодильник? Холодильник по-своему уникальный. А, здесь холодильная доска. Он большой. Есть холодильная доска. Такой холодильник мы видим первый раз. Ребята, знаете почему? Посмотрите. Это для меня. Да, здесь холодильник с замком. То есть, я в шоке лично. Ну, ладно. Я такого не видел. Кто у нас в холодильнике? Та-дам! Да, холодильник у нас забит. Сразу хочу сказать. Целая полка с арбузами. Вот там вот под огурцами. Кто отдыхал в Сахал-Хашиш, вы прекрасно понимаете, или там не отдыхал, а находился, что, допустим, от нас, от отеля Гравити до ближайшего магазина 4-5 километров идти. Можно взять, конечно, Uber. Это примерно доллар стоит. Но мы в основном ходим. Не каждый день, но через день стараемся ходить хоть за какой-то мелочью. Тут у нас ящик с овощами. Овощи также и тут. Вода, естественно, пару бутылок всегда должна быть холодной. Персики, сыр, маслинки, молочка, творог. Да-да, пепси-колка иногда балуемся. И типа сметаны, молочка. Так, здесь у нас, да, наш любимый сок гуавы. И Валечке захотелось очень томатной, да, нашли. Я его не пила очень давно. Также первый раз мы решили попробовать сок, как он там называется? Гибискус. Гибискус, да. Молоко для кофе. Да, для кофе и омлета. Пиво, это наши зрительницы из Чехии нам еще привезли. Да, кто за нами наблюдает, это зрительницы из Чехии. Спасибо вам большое. Одну баночку мы уже как-то выпили, еще осталось две баночки. Шоколад, шоколад, дом-то. Ну, такой, ребята, набор. Кстати, вон, да, дом-ти. Варенье, это тоже для творога. Напомню, здесь творог нам попадается только соленый. Морозилка? Да, морозилочка. Шоколад, который также привезли наши зрительницы, не только из Чехии, но и из Эстонии. Да, еще с каких-то стран, спасибо, тоже огромное. Тут баклажаны я себе с тобой привезла. Курочка мы купили, но еще ни разу ни одного кусочка никуда не использовали. Это заготовки под супчик. Заморозки под суп овощной мы всегда едим, всегда делаем. Кому-то захотелось мороженое. Ну да, мороженое прикольно. Палафель еще остался. Ну и лед. Да. И изюминка этого номера, этого апартамента, ребята, это балкон. Балкон, конечно, ну это уникальный по-своему балкон, но рассказывай, Валечка. Я бы даже сказала, что это не балкон, а отдельная дополнительная комната. Посмотрите, он не такой, как в отелях, узкий, где можно просто за кофейным столиком посидеть на двух стульчиках. А здесь реальная комната. У нас на балконе, не у всех, кстати, есть даже диван. Накрыли моего простынкой, не смотрите на это. А это все потому, что тут ветра, естественно, в Сахалхашиши. И часто, но мы первый раз видели, это песчаная буря была. Когда мы утром вышли на балкон, а здесь просто можно было рисовать на песке. Я сейчас сделаю вставочку, вы все сейчас увидите. Сегодня на улице погода, которая реально нас удивила. Такого мы еще не видели, ребята. Я уже выходил на балкон, конечно, посмотрите, что творится. Сейчас здесь босиком не выходим, потому что я немного замел. Короче, за ночь намело пыли. И вот это все пыльное. Полотенце пыльное. Диван пыльный. Соответственно, здесь все просто в пыли и в грязи. Как вы видите, вот я прогреб дорожку. Посмотрите, какое количество песка. Да, сегодня здесь пыльная буря. Такого мы еще не видели. Кстати, что я вам хотел еще показать. Обратите внимание на бассейны. Они полностью засыпаны тоже песком. Судя по тому, что работники их не убирают, значит, пока пыльная буря не пройдет, никто убирать не будет, потому что это бесполезно. Вот так вот выглядит море. Видите, волны, сегодня ветер. И просто огромное-огромное количество песка летит. Вот сейчас в воздухе чувствуется, что мелкий-мелкий-мелкий песок. Если вы видите, просто солнце не видно из-за песка. Такое с нами первый раз. Конечно, мы попадали в песчаные. Ну, вот на погоде мы видели, что, допустим, в Хургаде там написано песок. Ну, такого, чтобы вот такое количество песка мы еще не видели. Давайте проверим тот бассейн. Да, в том бассейне тоже все засыпано. Ну, что, сейчас будем как-то потихоньку убирать. Особенно диван непонятно как. Ладно, здесь можно все замести, все протереть. А диван надо как-то выбивать, наверное, я не знаю даже. Ну, сейчас что-то будем думать. Мы продолжаем. Смотрите, какой шикарный обеденный стол. Стеклянный, огромный. Мы приглашаем друзей и сидим здесь. В четвером, в пятером, без проблем можно поместиться. Три стула, два человека на диване. Шикарно. Я даже подумывала пару раз заночевать на этом диванчике. Но, честно говоря, опасно. Так что можно проснуться засыпанным песком. Да, повторюсь, здесь сахалхашиши, сильные ветра. То есть с ног, конечно, не сбивает, но ветер бывает очень сильный. И заносит действительно песок. Вы уже сами это все видели. Здесь у нас сушилка для белья. Ну, а возле сушилки, конечно же, с нами приехал наш кальян. Ну, что, покажем виды красивые. Самое шикарное в этой квартире и в этом балконе это виды. У нас шестой крайний этаж, как сказал Олег. И сейчас вы сами все увидите. Так, начну со стороны ресепшн. Там, где мы начинали, это вот это вот здание. Что могу сказать по отелю? Так, как я говорил, что резиденты, то есть это мы, можем пользоваться всей инфраструктурой отельной, кроме столовой, то есть ресторана, еды, баров, соответственно. И еще такой маленький нюанс аквапарка. Вот этот, ребята, аквапарк. Он неплохой аквапарк, но нам им пользоваться нельзя. Вернее, можно, но уже за отдельную плату. Чем мы можем пользоваться? Мы можем пользоваться семью бассейнами. Здесь очень много бассейнов. Вот один из них, вы сейчас видите, вот он. Вот сейчас еще один. Вот здесь, за корпусом один. Вот там центральный с пологим входом. Также у нас прямо под домом есть раз, два, три, еще бассейн. И, естественно, мы можем пользоваться пляжем. Пляжем отеля Gravity Sahl-Hashish. Не только пляжем, но и шезлонгами и зонтиками. Да, 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 шезлонгами, зонтиками. Их здесь называют, вон я сейчас покажу, если вы заметите. Как их называют? Стринги. Стринги, да. Также здесь 300-метровый пирс, да, который уходит в море. Там тоже мы сделаем отдельно обзор пляжа с морем, потому что там есть интересная штучка, которая, ну, интересное решение. Такое мы не видели в других отелях. Может, нам просто не попадалось. Ну, а я хочу добавить, что именно в нашем отеле и не только, вход у вас будет не пологий, а кораллы. То есть, если море уходит, купаться надо только с пирса. Но там есть огромный плюс, который мы также покажем в следующих наших видео. Там есть отличная, шикарная лагуна, где можно купаться. Если вы боитесь глубины или открытых волн в море, то эта лагунка, конечно же, для вас. Сразу же ответим на несколько вопросов, которые вы явно нам зададите. Кто живет в этих квартирах, в этих апартаментах? Ребята, мы здесь живем уже несколько дней. Что мы здесь заметили? Да, здесь есть довольно много русскоязычных людей с разных стран. Сразу скажу, с разных. Люди живут здесь, мы с некоторыми пообщались, некоторые живут, допустим, с осени. Знаем людей, которые живут здесь несколько лет уже. То есть, несколько лет, им здесь просто нравится, вот они живут. Ну, это такой вот ответ на того, кто здесь живет. На вопрос, кто здесь живет. По цене. По цене тоже хочу сказать сразу, что самое... Давай я расскажу по цене. Ну, давай. По цене, ребята, цены здесь разные. Но учитывая, что эта цена за целый месяц, я считаю, что она вполне адекватная. Так как действительно мы можем пользоваться и бассейнами, и морем. И в отеле, мы забыли сказать, есть анимация, на которую мы тоже имеем право ходить. Стоимость таких апартаментов составляет 350, 400, 420. Есть даже за 300 долларов. Все зависит от комплектации квартиры. Возможно, вам не нужна стиральная машина, если вы заехали на... Скажи, стоимость нашей квартиры. Конкретно наша квартира стоит 400 долларов плюс 20 долларов сверху. Взяли за уборку перед нашим поселением. То есть у отеля заказывают полностью уборку всей квартиры с чисткой и всем остальным. Так что наша квартира 420 условных единиц. Откуда мы знаем цену на другие квартиры? Ну, мы общаемся здесь с людьми. И вот, да, некоторые говорили, что... Ну, один человек сказал, что платит 300 долларов. Возможно, ребят, возможно. Это если вы заезжаете на год и сразу платите наперед. Мы это не уточнили. Мы здесь на месяц. Сразу скажу. Расскажи, кто владельцы этих квартир? Отель? Нет. Как нам сказали, что владельцы... Во-первых, здесь все разные. Вот, допустим, владелец, где мы сейчас живем, и рядом квартира, это один и тот же человек. То есть он владеет двумя такими квартирками, апартаментами. Вроде бы скувей там. Мы сами же его, естественно, не видели. С ним не договаривались. Это наши знакомые. Договорились и вот нам предложили. Спасибо им огромное. Да, и мы живем буквально рядышком на этой площадке. Да, кстати. Возможно, еще, кстати, если интересно, мы можем сделать обзор их квартиры. Там вот они, по-моему, чуть дешевле платят, да? Чуть дешевле, у них нет стиральной машины. Ну да. Квартиры, в принципе, все похожи и ремонты. Нам еще, мы заходили в парочку квартир, ну, копии практически. Единственное, что нюансы. Валечка правильно сказала, где стиралка, где электроплита на две комфорты, где на четыре комфорты. Где стройная, где внешняя, телевизоры, возможно, разные старые. Ну да, да. А, кстати, да, и некоторых мы видели, вот, кстати, у наших друзей шкафы есть. Мелочь, но приятно. Да, да. От этого и зависит цена. Ну и, конечно же... А, где кровать одна, мы видели, а где две? Наполняемость квартиры зависит от хозяина. Друзья, мы надеемся, что вам очень понравился обзор нашей квартирки. Напишите, кстати, как вам она. Стоит она этих денег или нет. И с вами, как обычно, из Египта были Олег и Валя. И все будет Украина. Всем пока!